Курбанайт – это самый большой праздник мусульман, в дни которого принято приносить в жертву овцу, верблюда, корову или козу. Обычно жертвенное животное при разделке делится на три части, одну из которых имамы областной мечети призывают отдавать нуждающимся из социально незащищённых слоёв. Это не является обязательным, но подобный поступок очень благороден. Если человек не очень нуждается в мясной продукции, то он по желанию может отдать жертвенное животное нуждающемуся и оставить небольшую часть себе. Если же семья многодетная, то человек, естественно, не обязан отдавать мясо. Также хочу отметить, что в дни Курбанайта нужно находиться в приподнятом настроении. Мы должны поздравлять друг друга и показать, что Курбан-Байрам действительно значимый праздник. В течение трёх дней на территории Шимкента и Туркестанской области будут действовать 35 специальных убойных цехов. Имамы просят жителей приносить жертвы только в специально отведённых местах и не нарушать общественный порядок. Стоит отметить, что праздничный намаз по случаю Курбанайта пройдёт во всех мечетях города в 7 часов утра 21 августа. После праздничного намаза жители ожидают ряд мероприятий, которые будут организованы практически во всех мечетях. Появятся юрты, будут установлены сцены, и жители смогут насладиться национальным творчеством. К примеру, в центральной мечети будут выступать артисты филармонии. Кроме того, присутствующие смогут принять участие в различных состязаниях. Это перетягивание каната или казахша-курес. Отметим, что Курбан-Байрам является государственным праздником. 21 августа по всей стране объявлен выходной день. Поэтому священнослужители пригласили жителей области принять активное участие в праздновании.